ребяшки 17 ноября 2020 года в китае показали вот такое растягивающийся смартфон интересно но как часто бывает с китайскими гаджетами особенно концептами показали поохали пахали поудивлялись и забыли март 2021 года oppo x 2021 приехал в россию а значит кто знает может начнет продаваться быстрый обзор и распаковочка поехали как обычно пункт номер один у нас распаковка но это не финальный комплект будет что-то вот такое скорее всего впечатляющее но пока что вот такой вот тестовый комплектик значит сам аппарат тяжелого аккуратно положу сторону что еще тут есть все больше ничего не происходит это у нас просто коробка но надеемся будет что-то интересное типа там чехлы какие-то письма какие-то может быть брелки аксессуары посмотрим важный дисклеймер это повторюсь сэмпл завода тестовый образец нам просто дали посмотреть как она работает за что естественно ребяшкам из oppo большой респект и так сложным состоянием в обычном это как бы просто смартфон тем не менее три важных момента во первых повторюсь тяжеловат во вторых видно что экран какой-то не такой он выглядит как скорее какая-то экран пленка и фактически так оно и есть то есть есть какие-то легкие вот такие волны на экране но опять же повторюсь это сэмпл тестовый образец поэтому на такие вещи пока что обращать внимание не будем второе это яркость это максимальная яркость это максимум что мы смогли из него выжить и этого явно не хватает потому что на том же айфоне яркость вот такая вот 70 миллиметров ширина в сложенном виде это у нас олед экран тем не менее 6 и 7 дюйма и разрешение 1175 на 2592 пикселя что по разъемам снизу usb type-c динамик микрофон здесь у нас здесь у нас есть кнопочка включение блокировки а куда симку вставлять я живот так и готовил у нас рекламная пауза настрой свой тариф с точностью до минуты и гигабайта и перестань платить за лишнее работает на сети мегафон спасибо что посмотрели специально ссылка внизу мы честно так и не понял куда вставлять sim-карту сзади у нас камеры про которые особо не говорят потому что камеры сделаны скорее так для вида и более того тут их в двух местах камера нет вообще вот это пустые просто глазки камера только одна сверху стоит главный интерфейс в этом смартфоне находится вот здесь вот сбоку и привяжка сейчас мы делаем это первый раз ни разу до этого не открывали а вот это было мощно и хрек иди сюда зацени посмотри magic люди что в китае придумали руки мои ноги шатать раздвигает этот смартфон не руку двигает просто ну-ка так во первых подождите писать комментарии многие из вас уже руки потянули клавиатуре это концепт оппа пока что просто смотрит разные варианты galaxy fold уже вторая версия смартфона этого вышла но там есть сгиб а здесь они пытаются сделать так чтобы сгиба не было операционка color s как говорят она здесь оптимизирована оптимизирована под этот интерфейс то есть когда расширяется иконки разъезжаются и настройках вроде как тоже что-то съехала настройки сдвигать ну-ка если нажать сюда игра допустим вот это прям впечатляет то есть вы играете в игруху и у вас раз экран почти в два раза больше и в руке лежит довольно неплохо это норм ай ёптуды и слушай палец чуть не прижала охренеть ты смотри погоди-ка причем тут такая острая вот эта деталь ну-ка нормально на этом месте мог бы быть ваш палец но вернемся к интерфейсу экран заезжает туда и это офигенно то есть эта вся панель она остается максимально практичным можно класть вот так можно держать в руке конструкция сделана так что экран рулон который вам не нужен он прячется туда что касается технической начинки это самое интересное здесь у нас механизм ролл мотор часом зачитаем два электрических моторчика которые обеспечивают равномерное растягивание устройства без риска повреждения экрана механизм этого смартфона прошел тестирование на сто тысяч циклов складывания и раскладывания срок службы смартфона как говорят пять с половиной лет а если складывать и раскладывать его под 50 раз в день матрица о лет вот это вот довольно хрупкой но для усиления конструкции в этом смартфоне есть подложка в арп трек толщиной 0 1 миллиметр из высокопрочной стали то есть возможно это как-то сказалось на яркости экрана но поживем увидим посмотрим как будет выглядеть полноценный финальный аппарат когда смартфон находится в разложенном виде диагональ экрана составляет 7 4 дюйма сложном виде у нас 6 и 7 дюймов он расширяется 70 до 107 миллиметров и разрешение его становится 1785 на 2592 пикселя вообще слушай это не смешно нифига опять палец прижал прям прижимает то есть ну вот стандартно как-то ты мизинец обычно подкладываешь снизу и у меня вот он прям туда попал что касается начинки в оппо пока не заявляют каких-то финальных цифр то есть сколько будет памяти какой процессор мы конечно зашли в настройки здесь написано что snapdragon 865 но какой проц будет в итоге в финальном виде пока непонятно открываем браузер вот наш сайт наш технический директор идет так смотри вот это вот баг иди ремонтируй пожалуйста смотри меню на логотип наехала так отлично а так прям клёво мы запустили китайский тик ток раз офигенно смотрите как удобно смотреть ленту листать картинка моментально подстроилась и качество изображения какое-то запредельно высокое что хочется сказать конечно какие-то детали которые смущают которые в прямом смысле не нравится вроде вот защемление пальца вот здесь вот они есть тестовый образец далее журналистам посмотреть показать как умеет компания оппо над какими проектами они сейчас работают большой им респект за такую вот смело сколько это будет стоить когда появится в продаже пока не говорят но для ориентира galaxy fold 2 который самый новый прямо сейчас 165 тысяч рублей так что подождем посмотрим увидим а пока что почитаем ваши комментарии спасибо что посмотрели оппо x 2021 воздержитесь от резкой критики потому что это образец завода просто показать вот как она вообще бывает как она работает с удовольствием почитаем ваши комментарии оппо x 2021 штука который правда блин работает и приехала в россию это очень круто в россию это очень круто